Новые рояли подарили, теперь нужны станки для художников. О проблемах и достижениях Хабаровского краевого колледжа искусств студенты рассказали Михаилу Дегтярёву. На встрече говорили о материальной базе учебного заведения, которому в этом году исполнилось 85 лет, и трудоустройстве выпускников. Без чего невозможно. Высокое искусство. В репортаже наших корреспондентов. КОЛЕДЖ ИСКУСТВ В Хабаровском краевом колледже искусств учатся 400 студентов. За 85 лет учебное заведение выпустило более 9 тысяч специалистов. Они работают в творческих коллективах и школах искусств Дальнего Востока и других регионов. Многие выпускники колледжа продолжают учебу в творческих вузах и хотят вернуться в Хабаровский край. Нужна гарантия трудоустройства. Возможно ли нам, студентам, заключать договоры с краевым правительством о целевом обучении, чтобы, получая образование, в перспективе возвращаться сюда, работать в колледже, работать в регионе, работать в крае? Коль есть желание вернуться в родной край и продолжить дело, почему нет. Я не думаю, что это будут сотни, потому что вообще единицы, максимум десятки, правда? О проблемах на встрече говорили больше, чем о творчестве. На отделении декоративно-прикладного искусства, где учат художников по дереву, не хватает хороших станков. Нету колледжей и своего транспорта. Единственный автобус сломался, и будущие артисты не могут ездить на гастроли по краю. Иногородним студентам трудно добираться на учебу. 13 лет назад наше общежитие перенесли далеко от колледжа, почти в два раза. И добираться оттуда где-то полтора часа. Те, кто приезжает утром на самоподготовку, приезжают где-то к семи, уезжают к девяти. Михаил Дегтярев обещал помочь с автобусом и оборудованием. Министерство культуры решит вопрос со студенческой практикой. В частности, специалисты нового направления звукооператоры смогут участвовать в организации больших концертов.